Два месяца был с нами в этом году, летом, и уже вот на днях он уезжает, он хотел, ну так вот, перед тем, как он уедет, сказать несколько слов, поделиться там коротким словом. Давайте поприветствуем Павла. Здрасте. Я буду краток, но мне в прошлый раз сказали говорить помедленнее, так что буду говорить помедленнее. Значит, тема, сразу скажу тему моей речи, это прошлое, настоящее и будущее, что потом сразу записали на ютюбе, потому что я когда жил в Болгарии, я наслаждался настоящим, а сейчас буду ехать в Китай и начал думать о будущем. Значит, ну, я так, грубо говоря, можно так в категории поставить людей, три типа людей, будущее, настоящее и прошлое, у каждого из них есть свои плюсы и минусы, будущее, как бы, типа, он может быть ответственным, но не наслаждается настоящим, настоящее, как бы, наслаждается настоящим, но может быть слегка безответственным, и прошлое, как бы, может учиться на своих ошибках, да. Ну, мне интересно было, какой тип самый подходящий для христианина, так что быстренько почитаю одно место из Библии, это Матфея, где там, 6 глава, 26 стих. И еще одно место, это Матфея. Матфея, 6 глава, 4 стих. Итак, не заботись о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольна для каждого дня своей заботой. Когда я почитал это место, как бы, я был не совсем согласен, потому что, как мне казалось, подобная логика, ну, не совсем христианская, как бы, я частенько слышал, что люди говорят, типа, я буду жить одним днем, типа, жизнь только одна, момент только один, так что, почему бы не продать этим самым свою безответственность. В то время, как я думал совсем в другом направлении, то есть жизнь только одна, поэтому надо ее использовать с максимальной пользой. И поэтому мне было очень странно прочитать вот это и как бы принять все это. Мне казалось, что христианину не свойственно думать таким образом, потому что, кажется, в жизни каждого христианина есть такое будущее, которое произойдет не завтра, не через 10 лет, не через 20 лет. А то будущее, которое христианин называет жизнь вечной, то есть в жизни христианина всегда должна быть, ну, то есть не должна, как бы, я думал, что в жизни христианина всегда фигурирует мысль о смерти и о том, как, что произойдет после смерти. И лично я отношу себя к таким людям, которые всегда думают о будущем. Я вот всегда думаю, вот, типа, я два года проучусь в Китае, закончу, буду работать в Болгарии, там, наверное, у меня будет семья, потом там, ну, я там своих детей буду кормить, все такое. А потом, в один момент, я просто, ну, дойду до своей смерти. И каждый раз, когда я думаю об этом, я начинаю бояться, будет ли все хорошо. Соответствую я критериям для того, чтобы жить в вечной жизни после смерти. Однако вопрос в том, должен ли христианин думать о смерти. Мне вспоминается одна повесть Достоевского, может, кто-то знает, «Села Степанчикова и его обитатели». И там был очень такой второстепенный персонаж, какой-то старик, который всю жизнь ненавидел Бога и все время его клеветал. И как только он слег в постель, ну, когда он был при смерти, он вдруг начал так яростно, ну, просить Бога о прощении. Начал там прям плакать и все такое. И если задуматься, насколько истинна такая вера, много ли стоит такая вера, вера из-за страха о смерти. Как по мне, вера из-за одного только страха очень ничтожна. Поэтому Христос дает нам в пример птиц и цветы, потому что это, естественно, для птиц петь и радоваться жизни. Естественно, для цветов расти и фотосинтезировать. Точно так же и мы должны, это должно быть нашим естеством, верить в Бога, не думать о смерти, жить настоящим. Многие могут подумать, ну, как же перестать думать о будущем? Ведь у многих есть семья и карьера. И только один ответ приходит мне на ум, это, что нужно верить. Трудно начать верить в Бога больше, чем в себя, особенно для тех людей, которые всегда думают о будущем. Однако, я думаю, если мы будем упражняться в своей вере каждый день, то со временем мы будем думать о будущем все меньше и меньше. А так же мы будем думать о смерти тоже меньше. И таким образом становиться птичками и цветочками. Ну вот, все, кратенькое мое слово. Всем спасибо. До свидания.